Сегодня в Саратовской областной думе прошел большой комитетский день. Депутаты рассматривали вопросы, которые должны оказаться в повестке очередного заседания 22 июля. Комитет по бюджету рекомендовал вынести на него изменения в структуру региональной казны. На вопросы парламентариев отвечали представители правительственных министерств и комитетов. Уважаемые коллеги, в Валерийских днях первым вопросом о внесении изменений в закон Саратовской области в областном духе на 2020 год, плановый период 2021 год, на этот раз в 2021 год, мы вчера очень подробно рассмотрели на рабочей группе, это закон проект, ввещенный ГИДА НАДОМА. Я смею предложить коллегам не выслушивать сегодня доклад, в первой сентябре министерской области, а сейчас перейти к вопросу. Скажите, пожалуйста, вопрос по Магастрональному колледжу искусства. Почему аренда стоимости была 1,9 млн изначально, а сейчас уже достигла 2,5 млн? С чем связано такое увеличение стоимости ежемесячной аренды платы? Я не думаю, что вы не в курсе, почему 600 тысяч переплачивали. Собственник поднял арендную плату, но мы знаем, что там у нас происходит и уборка, и охрана, и все эти средства, которые мы не несем в своей ответственности, он несет это все время на себя. И за это он повысил эти цены. А как же до этого он нес все это преми за 1,9 млн, а потом вдруг он на 600 тысяч поднял. Как-то премию его слишком сильно поражало. А он нам рассказывал о заботе о детях, о будущем, говорил о том, как он вообще переживает. Вся эта единица, собственно, у нас есть. Может, очень скоро, что он переживает, а как оказывается, вместе с культурой не особо переживает. Мы больше всего на этом переживаем. Да, но мы только случайно узнаем из открытых источников, что такая ваханалья происходит. Что из бюджета, который и так скоро будет, как тряпка рваная, такие огромные деньги. Не понадобится вложение. Нет, ну в конце концов, насколько это допустимо, мы в прошлый раз избирались. У нас под прикрытием того, что нам разрешили, ну и как сказали, пока депутаты не решат, мы его не купим. Да, вы его не купите, вы на аренде столько отобьете, что золотым станет этот колледж. Просто насколько это может продолжаться? И сейчас 600 тысяч ежемесячно мы переплачиваем, потому что собственник захотел. Там мало того, там вообще нужно разбираться касаемо того, почему перезаключают договор каждые 3 месяца. Они не выходили на конкурс и не выбирали здание. Крайне странно, на самом деле здесь вообще нужно поставить вопрос о том, что, поскольку Министерство культуры профессионально подходит к исполнению бюджета, таким образом восприжаясь деньгами, народными деньгами, деньгами народных платильщиков. Скажите, пожалуйста, вот на строительство южного автомобильного обхода с мостовым переходом через Волгу сейчас выделяется 100 миллионов рублей. Какова будет общая стоимость, смертная стоимость этого моста, какая его протяженность, какие в ближайшее время еще затраты ждут бюджетно-шедом. Общая стоимость порядка 60 миллиардов рублей. Окончательно она определится после того, что проекция... Окончательно она уточнится, когда будут все проектные решения, все проектные работы сделаны. Южный обход вместе с мостом – это порядка 20 километров вместе с мостом. Земли уже отведены? Или нет, ты вот только где-то... В рамках вот этих денег у нас будут проводиться инженерные изыскания, топографы геодезические, инженерно-деологические, гидрометеорологические, экологические работы. То есть окончательное решение о том, где конкретно будет проходить эта трасса, будет в проектном... Также на заседание бюджетного комитета вынесли очередной пакет мер по поддержке бизнеса, уже четвертый за время коронакризиса. И мы предлагаем расширить перечень приоритетов будущих деятельностей поток с установленной пониженной ставкой 0,1% вместо 2,2%, добавив деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. И второй момент – мы уточняем условия для резидентов АССР в части представления льготного имущества, не только вновь составаемого, но и приобретаемого в процессе реализации инженерного проекта в течение пяти лет с установки его на бухгалтерский учет. Просим вас поддержать, а на заплатах. Справа в вопросах. Мы со счетом сбились, какой по счету пакет на поддержке? Третий, четвертый. И работа в этом направлении продолжается. Достаточно ли вот инициатив, которые происходят в Саратовской области и отдельных депутатах в части поддержки туризма. Потому что недоходно известно, что деятельность туристического осуществляет, ну, прежде всего, индивидуальные предприниматели и физические лица. Они расположены в черте крупных наших городов – Саратов, Гребенеев, Соболакова. И те нормы, которые сегодня мы принимаем, мы просто не распространяемся в этих субъектах. То есть здесь достаточно ли роли городских депутатов, которые, с моей стороны, с точки зрения, должны синхронизировать свои действия для того, чтобы мы могли оказать полномерную поддержку. Ну, понятно, что это база – это кто-то сдает в аренду, кто-то там торговые деятельности осуществляет, кто-то развлекательные какие-то услуги. Вот мы, с одной стороны, мы, так сказать, где-то оказываем поддержку, а, так сказать, полностью не охватываем всю вот эту отрасль туристическую. Тем более, что у нас стоит приоритет, и губернатор прилагает усилия тому, чтобы, значит, развиваться у нас туризм. А мы здесь какое-то такое однобокое, однобокое помощь. Как вам синхронизировать с городскими депутатами эту работу? Потому что вся, так сказать, деятельность уходит исключительно на перепалки, там, в телеграм-каналах и, значит, ожидание помощи и субсидий. Здесь, я считаю, что нужно, так сказать, более активно участие в этом. Может, министерство послушает, так сказать, если они от нас так болезненно воспринимают? Ну, я хотела бы отметить, что туристический отрасль является одной из, наиболее преднадавших нам в один-то обновлечений. Совместно с вами мы приняли кафет законов, предусматривающих снижение по упрощенной системе налогового вложения, с обращением налога на имущество на весь год, по патентной системе, возможности снижения, также в случае, если предоставление в аренду нас в соответствующий год налогового имущества для арендодателей. Но, безусловно, необходимо рассматривать тех субъектов, кто использует пока действующую систему ЕВД, здесь, конечно, необходимо подключаться на муниципалитетную власть, на взрывотвижение к куниципалитету туризма, мы готовы принять это мушествие, чтобы не было в сфере. Давайте совместными усилиями, как-то это единичать, потому что мы... Вы помните, как следует даже? Карантин кончился. Пандемия уже, так как-то, а мы все никак не поможем с продажей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!